На улице мороз, но для многодетной семьи это не помеха. На прогулке обсуждают планы на лето. Зимой, конечно, хочется на море. И летом семья собирается в Краснодарский край по программе компенсации оздоровительного отдыха многодетным. Три года назад Корновские уже пользовались этой мерой поддержки. Впечатления остались самые яркие. Мы еще там заказали большого-большого павлина, на котором можно купаться в бассейн. И купались там даже вечером, когда было даже 6 часов, мы там плавали с нашим двоюродным братом. Он тоже туда приезжает. Нам очень понравилось. Еще там мы каждый день, когда ходили на море, мы покупали кукурузу. С вами еще ваш питомец, да, был? Да, она с нами была на море. И она один раз, когда мы пришли с ней на море вечером, она отбежала от нас и ко всем людям подбежала. Они были ей рады. Мама Анжела Харченко отмечает, что поддержка многодетным на Ямале ощутимая. Но и самим нужно правильно планировать семейный бюджет. Всем хочу посоветовать, если же соберетесь отдыхать, собирайтесь с зимы, денежки, потому что возвращают их потом в течение месяца. Мы отдыхали, у нас был и бассейн, и минута от моря. В общем-то, здорово, что есть такая поддержка. И с удовольствием. Жалко, что раз в три года. Расходы на оздоровление в прошлом году в Губкинском возместили 12 многодетным семьям. Для этого нужно представить документы о пребывании в оздоровительном учреждении и билеты. 100% от предельной стоимости установленной путевки в сутки на человека компенсируют многодетным семьям, имеющим в своем составе пятерых и более детей. Если в семье 3-4 ребенка, то 80% от этой суммы. То есть, по факту, это 1200 рублей на каждого члена семьи, за исключением детей, до трех лет. Семья предварительно за этими средствами не обращается, не заявляется. То есть, уже по фактическим расходам. Если же это многодетная и малоимущая семья, которая имеет в своем составе детей до трех лет, либо пять и более детей, она вправе обратиться за предварительной оплатой. Еще одна мера поддержки многодетных – льготные авиабилеты детям до 18 лет к месту отдыха и обратно. Цена одного билета – 2500. С 2020 по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова льготой могут воспользоваться и студенты-очники до 23 лет. Она распространяется на все рейсы авиакомпании «Ямал». Северяне также могут рассчитывать помимо федерального и на региональный мат-капитал. Его размер составляет 150 тысяч за рождение второго ребенка, 500 тысяч за третьего. Теперь для его получения семья должна жить на севере не пять лет, как раньше, а год до появления малыша. С этого года обязательным стала регистрация рождения или усыновления ребенка только на территории Ямала. Право распределиться с свидетельством материнским семейным капиталом нужно в два направления. Это на улучшение жилищных условий, покупку жилья, строительство жилья, реконструкцию жилья. И на получение медицинской помощи любому члену семьи, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Что касается у нас улучшения жилищных условий, то с 1 января 2020 года были внесены изменения. Теперь жилье должно быть только в капитальном исполнении и только должно находиться на территории Ямала-Ниньского автономного округа. В прошлом году в Управление соцзащиты было подано 204 заявления на региональный материнский капитал. С начала этого года уже 20. Телефоны для предварительной записи и консультации 3-44-94 и 3-05-26. Также обратиться к специалистам можно на портале Госуслуг. Валерий Усманов, Олег Короткевич, Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова